специальной операции путин президент россии в чистую переиграл всех своих оппонентов я не то что пытаясь каким-то образом подлизаться к нему я просто констатирую нашу сегодняшнюю реальность которую мы с вами получили по итогам нескольких месяцев наблюдения конечно и байден и представители власти других стран я их даже запоминать не стал это все какой-то такой знаете голдящий курятник в котором каждый маленький петушок хочет показать что он прям хозяин насеста такой что у него чуть ли не треугольные или квадратные кокушки которыми он там топчет всех остальных кур но ни у одного ни у одного лидера европы не получилось действительно обрисовать свой насест и показать со всей гордостью свой курятник в котором он хозяин первыми спеклись естественно прибалтийские страны в которых и не было никакого курятника и петухи там галдели на сеновалах и на отдельно взятых каких-то загородках вот знаете выйдут куда-нибудь туда поближе к европе скажут ой мы видим европейцев поэтому мы сами почти европейцы давай кукуряку давай кукуряку вторыми спеклись естественно товарищи которые поближе к украине я их не буду называть это все вот эти вот так называемые страны типа румынии польши там но и вот эти все близлежащие третьими спеклись как ни странно те страны которые всегда вроде бы составляли костяк нынешней цивилизации всегда исторически ну тоже германии тоже англии тоже италии франция особо было такое знаете страшное падение товарища Макрона который за неимением собственного имени взял имя от игрушки трансформера и вот уже под ним под этим таким монументальным именищем он выступал во всей этой войне во всей своей разборно сборной сборно разборной красе к чему все это его привело к тому что он уже жалуется что сто часов потратил на переговоры с путиным мол вот какой он крутой всю очередь обижал и ему больше всего выделили из пирога общения нашего мирового генсека возможно в будущем ну и последняя часть которая отвалилась это тот самый байден падение его было страшным смазанным калом пролетающих мимо ворон и вообще все что он вот делал до этого делает сейчас делает после это все такое знаете не из мира нормальных людей поэтому ему там грозят импичментом и всеми остальными напастями вплоть до полного апокалипсиса как вот написано в их еврейской дни но дело в том что это внешняя сторона айсберга и вот такие как я сейчас сказал выводы может сказать пожалуй любой политолог который следит за операцией и в состоянии ее хоть как-то понять с внешней стороны но на мой взгляд все намного серьезнее и то что мы видим сверху когда люди стали какими-то знаете как бы это сказать актерами такого военно-политического театра то что мы видим в их исполнении она не совсем является истиной но мы же с вами понимаем что если мы пришли в какой-то театр и смотрим как красная шапочка пошла в очередной раз насиловать бабушку своими зачерствелыми пирожками мы с вами понимали что и красная шапочка не настоящие пирожки у нее из папье-маше да и волк в общем то то что он ее сожрал в конце там и потом выплюнул подавился понятно но то что он сожрал это польза бабушки потому что бабушка уже замучилась глотать эти внученки не пирожки потому что у нее своих навалом и вот когда мы смотрим весь этот танец в исполнении какой-то сказки мы понимаем что есть герои которые нам показывают свое веселье и глумление над ситуацией это то что мы с вами собственно наблюдаем на материальном плане но есть и идеология которая сидит внутри есть всевозможные режиссеры операторы какие-то постановщики которые всем этим крутят и все это приводит в движение и закладывают в это какой-то одним им известный смысл но правда не одним им есть еще других много товарищей которые не проявляются на нашем с вами небосклоне но очень хорошо знают ситуацию которая проистекает вот в этот период там на украине сегодня пожалуй все знают что это еврейский театр развертывания каких-то событий не все понимают какие события но все понимают что этот театр именно еврейский почему да потому что президент украины еврей и все президенты которые против россии объединились за украину они тоже являются евреями которые как кукушата расселись в президентских креслах других стран я по-прежнему считаю что это неправильно когда один и тот же народ то есть представители ну например еврейского народа как сейчас практикуется возглавляют государства принадлежащие другим народом это абсолютно неправильно даже если бы они были семь пядей во лбу эти товарищи евреи я считаю что это абсолютно неправильно и нам пожалуйста товарищи негры в свое время доказали белые хотели им построить процветающие нормальные государства нет негры сбунтовались поели всех белых точнее половину успели съесть в буквальном смысле потому что там орудовали эти людоеды которые позже получили нобелевские премии мира и вот эти людоеды возглавили свое уже освободительное движение от чужих людей и я считаю что если сейчас такие страны как латвия литва польша если они поднимут у себя восстание против инородного управления своими же так называемыми странами на сегодняшний момент а на самом деле просто такими знаете пристежками к израилю то в этих странах получится совсем другая нормальная своя жизнь и мы уже не будем наблюдать за этими странами как действительно рабами израиля что получается сейчас если смотреть со стороны предположим того режиссера который все это сотворил на украине там происходит вот что украина переполнена местами священными для так называемых иудеев начиная с чернобыля мало кто знает что этот город являлся изначально центром религиозного движения иудаизма уже с тысячи сотых годов по официальной версии чернобыль там стоял на своем месте и там собраны все могилы так называемых иудейских святых это святыня иудаизма на самом деле гораздо более великое чем так называемые иерусалим точнее иерусалим то не так называемые а то что он является святыней вот это называется так называемое потому что в иерусалиме все новодел почти все а чернобыле там все натурально собственно для этого если пользоваться терминологии теории заговора чернобыль и был как говорится закрыт для того чтобы туда чужие не ездили а там возник вот этот рай рай для животных для растений которые мы с вами сегодня и наблюдаем огромные рыбы там лоси с двумя головами и все такое прочее жри точнее ешь питайся не хочу нам только найти нормального адама и еву и все опять запустить заново из этого чернобыля я кстати совершенно не шучу и если вы посмотрите древние карты ну там 15 16 веков когда земля еще была плоская на них изображался в виде круга вы там найдете огромное количество но не менее десяти не менее десяти мест где отмечены священные могилы это в то время 500 лет тому назад это было особенным трендом не знаю почему но это почиталось очень сильно и главное что было отмечаемо на географических картах так что посмотрите вам будет интересно таких могил очень много и в основном они все находятся ну допустим на русской территории центральной на азиатской русской территории и немножко туда кавказу знаете куда туда к югу от кавказа немножко к востоку от кавказа и чуть-чуть к западу от кавказа вот таких территориях у нас таких центральной россии два места захоронения одно место захоронения в котором покоится александр она находится на репейских горах это примерно регион сегодняшнего великого новгорода это на карте показано по крайней мере так второе место это там где дон с волгой сходятся на короткое расстояние там примерно в этом месте чуть-чуть пониже него находится тоже могила какого-то александра но остальные могилы идут уже туда на восток недалеко от этих названных мест есть на украине другие места типа умани типа одессы который является мамой как вы знаете и из которой пошла и происходит и до сих пор течет вся ложная христианская история который заполонил нынешний мир своими летописями русскими с нерусскими названиями владимир вели мир хреномира это все не русское таких названий на руси никогда не было можно почитать берестяные грамоты в них таких имен нет какие использованы в этих самых летопись просто летописцы в девятнадцатом веке когда они фабриковали в одессе свои эти русские летописи они не знали какие настоящие русские имена им никто не сообщил думали что и так все пролетит пронесет а вот взяли в 1953 году вдруг раскопали берестяные грамоты в которых все и открылось и другая совершенно история что в ней киева не было киевской руси не было все русское было торговавшие между собой и переписывавшиеся между собой все это было выше киева чисто на русских территориях от брянска начиная на юге и заканчивать туда северу до земель которые нынче относится к санкт-петербургу никакой киевской руси не было и вы все уже сегодня знаете что киев сформировал максимович который в девятнадцатом веке просто приехал оттуда из за черты оседлости и начал проталкивать свою украинскую еврейскую тему здесь на нашей территории придумал киевскую русь сначала как киевскую область а потом вот все его переименовали и поддержали уже как целое государство сегодня эта позиция транслируется с центральных наших каналов а раньше когда я в том числе и и высказывал несколько лет тому назад и до меня ее высказывали что никакой киевской руси не было раньше на этих людей на нас то есть прям как вороны слетались товарищи которые совершенно не умеют выговаривать букву r так вот на мой взгляд сегодняшняя ситуация в той самой украине с точки зрения запада выглядит совершенно уникальной я понимаю поскольку я слежу за многими подобными ситуациями да и вы тоже следили вот вспомним хотя бы последнюю ситуацию например того же афганистана когда американцы оттуда ушли они на 90 миллиардов оставили там оружие на 90 миллиардов что это значит фраза оставили оружие вы думаете что там реально что нибудь такого есть на такую сумму нет просто когда кто-то из американских лидеров ну допустим я не знаю кто там открывал кто курировал из них но допустим даже сегодняшний байден хотя я думаю что он там не никаким богом поэтому он и закрыл эту лазейку открыл украинскую сейчас я к этому вернусь я думаю что предыдущие до трампа еще президент не могу вспомнить как его звали этого президента честно вам говорю признаюсь я даже цвет морда лица его не могу вспомнить потому что как-то вот стерлось оно расплылось оно это в моем сознании так вот когда он поставлял туда так называемое оружие а мы сегодня понимаем что у америки оружие совершенно нет никакого кроме кораблей как средства доставки и всяких дживелинов как пуколок который пугать голубей и ворон может быть кстати от срабатывания одного из дживелинов обосрался тот голубь который обкакал самого байдена помните тогда была такая ситуация кто знает ведь оружие то но где-то все равно применяется